Добрый день дорогие друзья, вы смотрите канал Экстейт. Сегодня мы рассмотрим с вами 30 интересных фактов о красной панде. Это достаточно удивительное животное и чтобы узнать о нем много невероятных фактов, посмотрите данное видео от начала до конца без перемоток. Я желаю вам приятного просмотра. Возьмите себе что-то вкусное и поехали. Малая панда, также известная как кошачий медведь или красная панда, симпатичный зверь размером чуть больше обычного енота. Малая панда обитает в местах западного Непала, в его предгорьях, на юго-западе Китая и в Индии. Она прекрасно передвигается как по земле, так и по деревьям. Предпочитает жить в лесах смешанного типа и в предгорных массивах. Она является самым неуловимым существом и любит уединенную жизнь. Для жилища использует дупло деревьев. При возможной опасности пытается ловко скрыться в ветках дерева. Малая панда имеет удлиненное туловище. Длина его от 51 до 64 см. Высота в плечах 25 см. Шерсть густая, мягкая, гладкая и очень длинная. От густого и мягкого меха тело кажется толще, чем оно есть на самом деле. Пушистый хвост также длинный, причем его длина у разных зверьков значительно варьирует, от 28 до 48 см. Уши маленькие, округлые. Глаза тоже невелики, но из-за большого лба голова приобретает пропорции, свойственные детенышам и придающие зверю необычайную миловидность. На запястье у панды есть сложный палец, увеличенная часть одной из костей передней лапы. Он противопоставлен другим пальцем, что позволяет панде держать в лапах ветвью бамбука. Окраска шерсти малой панды рыжая или ореховая, снизу темная, рыжевато-коричневая или черная. У волос на спине желтые кончики. Лапа глянцевито-черная, хвост рыжий с более светлыми узкими кольцами. Голова светлая, причем края ушей и мордочка почти белые. А около глаз рисунок в виде маски, как у енотов, причем этот рисунок уникален для каждой отдельной особи. Этот зверек имеет два подвида. Западная малая панда, которая обитает в западной части Китая, а также в Непале и Бутане. И малая панда стаяна, которая обитает в южном Китае и северном Янме. Малая панда – представитель отряда хищных. Относится к хищным животным, но питается побегами и листьями бамбука. Стебли этого растения составляют 90% рациона зверьков. Крайне редко они переключаются на грибы или ягоды, а еще реже могут полакомиться тушками грызунов. Как правило, разнообразие в рационе малых панд появляется с переходом на зимний период, что обусловлено повышенной потребности в питательных веществах. Вся жизнь этого зверька сводится к процессу поедания бамбука и отдыху. Исследование показало, что самки красных панд съедают около 20 тысяч листьев бамбука в день. На питание малая панда отводит 13 часов в сутки. Продолжительность жизни малой панды составляет от 8 до 10 лет, хотя отдельные особи доживают и до 15 лет. Рекордная продолжительность жизни в неволе составила 18 с половиной лет. Брачный сезон у малых панд начинается в январе. Период беременности у самки колеблется от 45 до 90 дней, а само развитие плода длится всего 50 дней и начинается спустя длительное время после спаривания. Будучи беременной, самка начинает готовить гнездо из различных сучьев и листьев. Гнезда старается строить в тихом месте. Обычно это расщелины скал и различные допла деревьев. Рожает красная панда одного или двоих детенышей. Малыши появляются на свет совсем слепыми и глухими. Весят они не более 100 граммов. Самка возится со своими малышами все три месяца. За этот период маленькие панды способны самостоятельно питаться и выходить из гнезда. Отделяются от матери только с появлением нового помета. В связи с оторможенным периодом созревания панды вынуждены жить стаями. По-настоящему взрослыми можно назвать панд возрасте от двух до трех лет. Палеонтологические раскопки показали, что малая панда, несмотря на свое название, является лишь оттеленным родственником большой панды. Их общий предок предположительно жил в раннем третичном периоде миллионы лет назад. В спокойном состоянии малые панды издают короткие звуки, напоминающие птичьи щебетания. Послушайте сами. Малая панда включена в список международной красной книги со статусом подвергающейся опасности. К счастью, малая панда неплохо размножается в неволе. В настоящее время около 350 этих зверьков содержится в 85 зоопарках мира и еще столько же родилось в неволе за последние два десятилетия. Первые упоминания об этих животных встречаются в китайских документах, датируемых XIII веком. Европейцам стало известно о красной панде лишь в 1821 году из-за работ английского натуралиста Томаса Хэрдвига. Но не все так просто. Французский зоолог Фредерик Кювье тоже впервые описал красную панду, но в 1825 году. Примерно за 48 лет до того, как гигантская панда была занесена в каталог. Он назвал его самым красивым животным, которое он когда-либо видел и назвал его «сияющим котом огненного цвета». Мордочка красной панды покрыта белыми полосками, как у енотов, и этот узор уникален для каждой особи. Систематическое положение малой панды долгое время было неясно. Ее относили кто к семейству енотовых, кто к медвежьим, кто выделяли в отдельное семейство. «Я краснею» – мультфильм, где можно увидеть красную панду. Данное произведение создано студией Pixar. Красные панды в основном сумеречны, активны на рассвете или в сумерках, но под данным национального парка они могут быть активны в любое время суток. Они – одиночные существа, самцы территориальны и будут отмечать свою территорию сильным запахом от пахучей железы у основания хвоста. Как и сконца, красные панды могут выпустить запах, когда они боятся отбиваться от хищника. Если это не сработает, они встанут на задние лапы и нанесут удар когтями на передних лапах. Красные панды используют свой хвост, как подушку. А узнать еще больше интересных фактов обо всем можно на моем канале, посмотрев разные видео или подписавшись на телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Продолжаем. Когда просыпаются красные панды, они ухаживают за собой, как кошки. Они облизывают свои передние лапы и вытирают ими свой мех. Красная панда считается находящейся под угрозой исчезновения и внесена в красный список видов, находящихся под угрозой исчезновением СОП. Считается, что за последние 18 лет численность сократилась на 50%, и по прогнозам это сокращение продолжится и, возможно, усилится в следующих трех поколениях. Число взрослых особей в дикой природе, вероятно, составляет около 10 тысяч животных, хотя по некоторым оценкам их число составляет всего 2,5 тысячи особей. Сокращение численности происходит из-за вырубки лесов и браконьерства. По данным зоопарка Сан-Диего, в настоящее время во всем мире предпринимаются усилия по защите красной панды. В Китае насчитывается 35 охраняемых территорий, в Индии – 20, их 8 в Непале и 5 в Бутане. Красные панды – одно из живых окаменелости земли, а еще они могут переваривать цианид. В Китае малую панду называют «огненной лисицей». Разработчики компании Mozilla назвали браузер Mozilla Firefox и поместили в качестве логотипа именно изображение панды, а не лисы. Если обычная панда ест почти все части бамбука, то малая предпочитает лишь молодые побеги. Особая краса помогает этим удивительным зверькам маскироваться и прятаться от хищников в ветвях деревьев. Красные панды великолепно могут стоять как на двух, так и на четырех лапах. Пишите в комментариях, было ли вам известно о данном зверьке или только что о нем узнали. Не забывайте ставить большой палец вверх, ведь это помогает новым зрителям найти мои работы. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, и включайте все уведомления, нажав на колокол. Мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч, пока!